Но баллы по литературе это просто трэш. И в итоге именно по этому предмету я получила меньше всего баллов. Амцири является маленьким человеком или нет? Хотя Амцири это просто романтический герой. Я прям сидела такая, господи, я не помню ничего, это какой-то кошмар. Идеи сейчас будет такой небольшой психологический кружок. Прям мммм, хочется прям вот, вот так сделать. Да простят меня педагоги Игалэнда. Так и посидим все видео. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лиза Тьют. И добро пожаловать в наш прекрасный, чудеснейший, уютнейший уголок под названием мой канал на Ютубе. Сегодня я в компании всех вот этих вот прекрасных товарищей буду рассказывать вам про то, как я сдавала ЕГЭ, какие баллы я получила, как в принципе прошла через этот опыт. Буду давать советы будущим одиннадцатиклассникам, которые планируют проходить через дачу ЕГЭ. Буду рассказывать, как я готовилась и в принципе, что это такое за процесс. Поделюсь тем, через какие переживания я проходила, что оказалось самым легким, а что самым сложным, ну и так далее и тому подобное. И, конечно же, упомяну пару слов про поиск себя в этой жизни, про предназначение и про поступление. Перед началом этого видео, перед переходом к основной теме, я хочу для тех, кто меня не знает, представиться и сказать, что меня зовут Лиза. Я человек, который делится со своей аудиторией вдохновением и мотивацией, рассказывает про свой путь роста. Совсем скоро буду снимать видео про то, как я переезжаю в Новый Город, как я поступаю в университет, как я зарабатываю много денег и все в этом духе. Так что, если мы с вами еще не знакомы, то нажимайте на кнопочку подписаться, я буду очень рада видеть вас на моем канале. Также, помимо этого, у меня есть мой чудеснейший, прекраснейший Инстаграм. Это моя главная социальная сеть, на которой я специализируюсь уже около, наверное, 8 лет жизни. Так что, для того, чтобы знать больше о моей жизни, переходите сюда. Ну а теперь поехали к теме видоса. Для начала я расскажу, какие предметы я сдавала, почему я выбрала именно их, чем этот выбрал... По-моему, нужно закрыть окно. Для начала я расскажу, какие предметы я сдавала, почему я выбрала именно их и, в принципе, почему такая ситуация в моей жизни сформировалась. Стоит начать с того, что я веду блог в Инстаграме приблизительно с 11 лет. В какой-то момент я просто решила попробовать, меня очень сильно затянула вся эта история, вся эта пучина, и я поняла, что это действительно одно из тех дел, которые вдохновляют меня просто до глубины души. Я всегда хотела делиться с людьми своей позицией, показывать, что можно строить жизнь немножко иначе, немножко приятнее, немножко счастливее для себя. Я всегда хотела вдохновлять свою аудиторию, максимально тесно и искренне с ней взаимодействовать, и вот, пожалуйста, я до сих пор продолжаю этим заниматься и очень сильно люблю это дело. В какой-то момент я начала усиленно работать с контентом и поняла, что это просто моя огромная отдушина. Я создаю контент для блогеров и экспертов на разных площадках. Где-то, наверное, в классе уже в девятом-десятом я узнала про то, что есть такой университет, как Высшая школа экономики. И, конечно же, обстановка, педагоги, формат обучения, всё это меня очень-очень сильно зацепило, и именно в тот момент я уже начала задумываться о том, что я хочу поступить именно в этот университет. За счёт того, что я постоянно изучала для контента кино, постоянно читала книги, постоянно занималась какими-то творческими, классными, прикольными штуками, я очень быстро смогла понять, что я вообще хочу делать в этой жизни, где моё место и что мне нравится искренне. В этом мне очень сильно помогла моя деятельность, мой блог, моя аудитория, тот контент, который я все эти годы создавала как для себя, так и для других людей. Я действительно поняла, что я хочу продолжать крутиться в максимально творческой сфере и рассматривать абсолютно разные виды контента. Не только контент в рамках Инстаграма и инфобизнеса, и контент в рамках, например, Ютуба и Телеграма, но и разный шоу-бизнес, возможно, телевидение, возможно, редактура, написание книг. Всё, что связано с любыми видами контента, это просто вау для меня. Именно поэтому я думаю, что достаточно очевидно, почему я выбрала факультет в медиакоммуникации в Высшей школе экономики. Первый год, классе в десятом, меня, наверное, очень долго и очень сильно калашматило и кидало из стороны в сторону. Я не могла понять, куда же я всё-таки пойду. Я знала, что мне очень нравятся медиакоммуникации, при этом меня ещё в какой-то момент привлекала журналистика, когда-то вообще психология, но эту идею я очень быстро откинула. И не потому, что мне это не нравится, а потому что я знала, что я не хочу сдавать биологию на ЕГЭ. Мне очень сильно нравилась режиссура, и я действительно очень долго рассматривала, ну, абсолютно разные форматы. Я не стала заставлять себя сразу давать ответ на вопрос, куда же я всё-таки пойду и на какое именно направление я буду поступать. Я просто давала себе возможность пожить, продолжала делать своё дело, продолжала тестировать абсолютно разные варианты работы. И в итоге в одиннадцатом классе, уже в сентябре, я твёрдо решила, что я хочу поступить всё ещё в Вышку и всё ещё, как я и планировала, на факультет медиакоммуникаций. Отталкиваясь от этого, я выбрала сдавать на ЕГЭ литературу и английский. Многие говорили мне, что это просто самый сумасшедший набор, который может быть. Отчасти я с этим согласна, но отчасти нет. Позже я поясню свою позицию. Сейчас я озвучу вам баллы, и это, конечно, очень-очень забавная история, потому что мои баллы по-русскому и по-английскому меня более или менее устраивают, но баллы по литературе — это просто трэш. Я не знаю, как это описать. Литература — это тот самый предмет, который был, наверное, моим самым любимым в подготовке к ЕГЭ. Я очень сильно хотела затащить его на сотку, и я могу сказать, что я действительно была готова на сотку. Я, мне кажется, выучила просто всю литературу от и до, выучила более, наверное, 50 стихотворений для этого экзамена, и в итоге получила 63 балла. О том, как это произошло, в чём причина, где я накосячила, и что вообще с таким делать, я расскажу немножечко позже. По-английскому у меня 81 балл, по-русскому языку — 87. Про детали каждого экзамена мы обязательно чуточку позже поговорим, а сейчас я хочу дать очень-очень важный совет будущим одиннадцатиклассникам, которые хотят сдавать ЕГЭ. В своём телеграм-канале я проводила небольшой опросник, в котором уточняла у ребят, которые планируют сдавать ЕГЭ, что им больше всего интересно узнать, услышать про мою историю, про мой опыт сдачи ЕГЭ. Соответственно, потихонечку, в каких-то моментах, в определённых кусочках видео я буду вставлять конкретные советы и конкретные ответы на вопросы. Многие интересовались, что делать, если ты не понимаешь, куда тебе идти, зачем тебе идти, и, соответственно, никак не можешь выбрать предметы и никак не можешь понять, что тебе вообще делать в этой жизни. Очень многие люди, когда задают этот вопрос, ждут, что им дадут какую-то удивительную волшебную таблетку, которая вот так вот по щелчку пальца сможет решить все проблемы и вот так вот принести вам на блюдечке ваше предназначение, то, куда вам нужно идти в этой жизни, чем вам нужно заниматься и что вам на самом деле нравится. Но это, конечно же, нифига не так. Такого не бывает. И ответ на этот вопрос максимально простой. Пробуйте и тестируйте. Очень круто, если вы задаетесь этим вопросом уже где-то классе в девятом-десятом, потому что у вас значительно больше времени на год или на два. Но даже если вы в одиннадцатом, у вас тоже, поверьте мне, предостаточно времени на то, чтобы попробовать хотя бы примерно понять, в какую сферу вы бы хотели пойти, что вам хотя бы приблизительно откликается и что может быть для вас интересным. Не забывайте о том, что существует большое количество разных хобби, существует разного рода работа, абсолютно разная работа как в оффлайне, так и в онлайне. Например, тот же самый фриланс, тот же самый блогинг, тот же самый контент, дизайн, вообще все, что с этим связано. Мы живем в то время, когда мы способны пробовать абсолютно все, что угодно. Мы можем покупать обучение, мы можем начинать работать практически в любом возрасте, и это действительно огромное количество возможностей. Даже если иногда кажется, что вы никогда не сможете понять, куда вам идти и зачем. Поверьте мне, это не так. Я достаточно быстро обошла этот вопрос, потому что в 11 лет меня просто переклинило, и я начала пробовать тестировать. Но на самом деле никто не знал, что когда-то мой маленький блог на 200-300 человек перерастет уже в гораздо больший масштаб, будет приносить мне деньги, будет приносить мне классных клиентов, и все в этом духе. Никто не знал, что эта пучина меня настолько сильно и настолько надолго засосет. Практически все свое детство я постоянно что-то рисовала, я постоянно читала книги, я постоянно по сотому кругу мне рассказывали родители, пересматривала мультики, высматривала там какие-то детали. Кстати, до сих пор неизвестно, зачем я это делала, но, видимо, внутренний режиссер жил во мне уже тогда. Я постоянно писала какие-то дневники, уже в более взрослом осознанном возрасте я начинала писать собственную книгу, просто для души и ради интереса. Постоянно писала какие-то посты, постоянно создавала контент, я даже лепила из глины, вязала что-то из ниток, из резинок, что я только не делала в этой жизни. Я ходила в музыкальную школу, я занималась плаванием, я изучала себя просто во всех аспектах, в которых только могла. И это действительно дало свои плоды. Это помогло мне понять, куда мне вообще дальше идти, чего я хочу от этой жизни, какие виды хобби, и какие виды деятельности, в принципе, мне нравятся, и что всё-таки поистине приносит мне дикий кайф и удовольствие. И здесь мы говорим не только про учёбу и работу, но и, в принципе, про всю жизнь в целом. Важно постоянно пробовать, постоянно тестировать до тех пор, пока вы не поймёте, что да, вот здесь мне хорошо. Но здесь, конечно, есть чёткая грань между тем моментом, когда вы просто тупо сливаетесь с процесса, потому что вы устали, потому что вас накрыло какое-нибудь выгорание, и вы начинаете говорить, ой, это не моё. Хотя на самом деле причина далеко не в том, что это не ваше, а в том, что вы просто начинаете потихонечку потухать и сдаваться. Очень важно видеть грань между вот этим вот тухлым ощущением и между тем, что вам действительно не нравится деятельность, вам действительно это не откликается, и никак вас это не вдохновляет и не мотивирует. От такого, конечно же, нужно уходить. Даже, я скажу, бежать, и бежать подальше. И, пожалуйста, помните о том, что ваша жизнь находится исключительно в ваших руках, и только вам решать, где вам находиться, куда поступать и по какой дорожке идти. И направление вашего пути всегда можно изменить, всегда можно перепоступить, всегда можно захотеть уехать в какую-нибудь другую страну учиться, если вам так действительно захочется. Именно поэтому не думайте, что сейчас у вас единственная возможность понять, как и куда вам двигаться дальше. Это не так. Всегда можно пробовать разное на любом этапе вашей жизни. Потихоньку идём к следующему вопросу. Как распределять своё время при подготовке к ЕГЭ, как это делала я и где я готовилась, каким образом и что я вообще для этого делала, собственно говоря. Очень многие люди, особенно в начале 11 класса, ещё в конце 10-го, пытались меня убедить в том, что на ЕГЭ будет уходить просто огромное количество времени, что очень многие люди вообще не видят перед собой никакой другой деятельности, кроме подготовки к ЕГЭ, что это всё максимально невыносимо и максимально сложно. И я, как человек, который тоже прошёл через этот опыт, точно таким же образом, как и все, могу сказать, что это вообще не так. Это миф. Но мифом это будет, конечно же, в зависимости от того, как вы будете к этому относиться и как вы будете распределять ваше время. Параллельно с подготовкой к ЕГЭ я на постоянной основе работала. Я брала разные проекты на контент, сотрудничала с разными блогерами и экспертами, создавала какие-то собственные продукты, собственный контент, успевала периодически читать какие-то книжки, успевала гулять с друзьями, успевала уезжать в какие-то поездки и могла учиться прямо там. В один момент я, например, посреди года улетела с подружкой в Сочи и смотрела вебинары по литературе и по английскому в Сочи. Это было очень круто, реально. И я очень рада, что я сделала именно так. На подготовку к ЕГЭ каждый день я тратила, ну, примерно по 2-3 часа. Иногда могла тратить больше, если у меня копился какой-то завал по вебинарам в моей онлайн-школе, если я пропускала дедлайны каких-то домашек. Да простят меня педагоги ЕГЭленда. Это выходило случайно, честно, честно, честно. По этой причине иногда были периоды, бывали недели, бывали иногда дни, когда я могла тратить на подготовку 5-6 или больше часов, но такое было на самом деле достаточно редко. В общем говоря, короче, практически никогда у меня не было такого, чтобы я сидела за ЕГЭ целыми днями и ничего, кроме этого несчастного ЕГЭ, перед собой не видела. Это не так. Всё было абсолютно иначе. Наверное, главное правило и главный вообще способ распределения времени, который мне помог в процессе подготовки, это баланс всех сфер жизни. Распределение по чёткому таймингу, что, как и когда, в какой промежуток времени я буду делать. Каждое утро я ходила в школу, иногда уже как раз-таки в 11 классе я могла пропускать учёбу в школе для того, чтобы остаться дома и вместо того, чтобы сидеть за партой и слушать какие-то уроки, предметы, которые мне абсолютно не интересны и не актуальны по типу физики и химии, например, я просто оставалась дома и сидела, смотрела у себя за столом вебинары и делала это примерно, ну, такое же количество времени, сколько бы я просидела и проучилась в школе. То есть там примерно 5-6 часов с часов, наверное, 8 утра. Могла сидеть до часу, до 2-х часов дня или там до 3-х часов дня. После этого я обязательно уже полноценно забывала про ЕГЭ, сменяла какой-то вид деятельности, уходила куда-то с друзьями или уходила работать, уходила отдыхать, смотреть какое-нибудь кино, потом с того возвращалась, например, к каким-то домашкам, и всегда у меня каждый день был построен вот на таком вот чётком распределении времени и на балансе. На протяжении, наверное, всего года я практически всегда и везде с собой таскала свой чудесный блокнотик, в котором я прописывала себе чёткий тайминг того, в какие дни, в какой момент, на каких уроках, в каких местах я буду смотреть определённого рода вебинары. У меня было прописано, что, например, в понедельник я смотрю там вот этот вебинар и вот этот вебинар, потом там через пару часов делаю домашки, в промежутках делаю вот это, в какой-то момент делаю вот это. И у меня происходила такая система построения графиков, в которой я, в принципе, практически не чувствовала усталости, потому что не стоит забывать о том, что человеческий мозг перестаёт воспринимать вообще всю информацию, если вы занимаетесь каким-то видом деятельности больше где-то полутора-двух часов. Именно поэтому, если вы посмотрели один вебинар, не стоит, как я в какие-то моменты, совершать такую ошибку, когда вы просто берёте и смотрите их залпом. Половина информации просто нафиг улетит из вашей головы, вы будете ощущать безумно сильную усталость, и, скорее всего, каких-то классных плодов, которых вы ждёте, это вам нифига не принесёт. Именно поэтому я смотрела вебинар, после этого могла уйти сделать домашку, отдохнуть, погулять, потом вернуться к работе, потом снова вернуться к каким-то вебинарам, потом снова сменить вид деятельности, потом снова прогуляться. И вот в таком вот формате у меня приблизительно проходила каждая неделя. И, конечно, на выходных я периодически устраивала себе день, когда я не делаю вообще ничего, когда я просто отдыхаю, просто лежу, не захожу ни в какие рабочие чаты, не делаю никакие домашки, и это тоже действительно шло прям на пользу. И по опыту, по опыту моих знакомых, по опыту собственному, я могу сказать, что для того, чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, не обязательно фигачить, фигачить и фигачить, просто каждый день, 25 на 8, 24 на 7, просто беспрерывно. Важно просто грамотно распределить своё время, вы можете распределять его по такому способу, который я вам дала, или найти что-то более подходящее для себя, построить себе какой-то собственный график, может быть, посмотреть какие-то видосы по тайм-менеджменту, и какие-то прикольные лайфхаки, которые позволят вам сделать действительно очень удобную систему распределения вашего времени. Грамотно распределяем время, распределяем в какие дни, в какие месяцы, в какие моменты вы изучаете определенные блоки вашего предмета, выделяете отдельно время на выполнение домашних заданий, на всю возможную практику, которую вы можете делать, и также обязательно время на просмотр вебинаров или на посещение репетиторов, ну, в зависимости уже от формата вашей подготовки. Теперь перейдём к аспекту, который связан с тем, где я готовилась, у кого, как и каким образом. Начнём, пожалуй, с русского языка. К русскому языку я первостепенно готовилась в школе. У нас был достаточно неплохой педагог, которая смогла, ну, как минимум, натаскать нас на очень хорошие знания, на очень хорошую структуру сочинения, которые мы пишем в ЕГЭ по-русскому. Это сочинение я начала тренировать, наверное, с начала 10 класса, как только нам выдали все клише, как только нам выдали всю структуру. У меня, в принципе, никогда каких-то сильных проблем с написанием текстов не было. Как минимум, спасибо моей деятельности, спасибо моему блогу, для которого я постоянно писала какие-то посты, тексты, сторис текстовые и всё в этом духе. И, в принципе, тексты я писать обожала всем сердцем и душой, поэтому с этим не было проблем. Оттачивать всю структуру и качество написания сочинения я начала как раз-таки в 10 классе. Я делала это примерно каждую неделю. Каждую неделю я писала примерно по одному сочинению. И я могу сказать, что такая домашка у нас действительно была каждый раз. И, по-моему, практически ни разу, за исключением нескольких там каких-то недель, я не пропустила эту домашку в школе. Я могла не делать ДЗ по физике, я могла не делать ДЗ по химии, могла не делать ДЗ по каким-то другим гуманитарным предметам. Но вот эту домашку с сочинением ЕГЭшным по русскому языку я делала практически каждый раз. В 11 классе практически ничего не изменилось, и в итоге где-то к сентябрю-октябрю я уже настолько сильно натаскала это сочинение, что я писала его просто всегда абсолютно идеально. За исключением, опять же, нескольких каких-то моментов, где я могла там ошибиться в речи или где-то ещё. С подготовкой к тестовой части у меня, конечно, было побольше проблем, потому что могу вам сказать, что внутренней грамотности здесь, к сожалению, недостаточно. У меня с этой внутренней грамотностью никогда не было проблем. Я всегда ставила запятые максимально правильно, просто потому что я знала, что так надо, просто потому что я знала, что именно в этом месте будет стоять запятая. Но, к сожалению, ЕГЭ по русскому языку такой формат не особо поддерживает, особенно если вы заинтересованы в получении высоких баллов. Здесь действительно нужна масштабная достаточно тоже подготовка, и даже такому, казалось бы, лёгкому экзамену нужно уделить хотя бы какое-то количество времени в процессе вашей подготовки. В классе в 10-м и, наверное, до середины 11-го класса я практически не уделяла внимания тесту, я просто периодически решала сборник, иногда заходила на решу ЕГЭ, тыкала там какие-то задания, и, в принципе, всё. Ну и помимо этого я слушала, как наш педагог объясняет и разбирает какие-то задания из тестовой части. В принципе, всё. Мы писали эти тесты в классе, потом иногда вместе разбирали ошибки, и на этом всё заканчивалось. И где-то со второй половины 11-го класса я уже пошла на полугодовой курс к геле-русичке в онлайн-школе ЕГЭЛЕНД. ЕГЭЛЕНД — это вообще моя отдельная душина, это, наверное, самая лучшая онлайн-школа, которую я видела когда-либо в своей жизни, и это сейчас, если что, не проплаченная реклама, я говорю это максимально искренне и говорю это от души. Школу я действительно очень-очень сильно люблю, и каждому, кто будет сдавать ЕГЭ, я рекомендую готовиться именно здесь. Это просто пушка-бомба. Говоря о процессах подготовки к другим предметам, к английскому языку я также готовилась в школе ЕГЭЛЕНД, и к литературе я тоже готовилась в нашей чудесной прекрасной Юлии из онлайн-школы ЕГЭЛЕНД. По английскому и по литературе я была на полноценных годовых курсах. Я могу сказать, что ребята из ЕГЭЛЕНДа пару раз брали у меня в Инстаграме рекламу, и я рассказывала про них, но на тот момент я ещё не была их ученицей, и я очень долго присматривалась к этой образовательной платформе, очень долго присматривалась к педагогам, и думала, да зачем, у меня есть репетитор, и я, наверное, останусь там, где я есть сейчас. Для чего? И в какой-то момент, где-то, наверное, в конце лета, может быть, в начале осени, я не помню, если честно, когда это было конкретно, я случайно попала, благодаря моей подружке, на открытый вебинар Юлии Литры из ЕГЭЛЕНДа по литературе. И на этом открытом бесплатном вебинаре я поняла, что это любовь, что это просто невероятно, и после этого я сразу оплатила годовой курс. Сначала пару месяцев отучилась на литературе, потом сразу залетела на английский, и уже чуточку позже я поняла, что всё-таки мне надо докрутить свои знания по-русскому, поэтому я пошла на полугодовой по русскому языку у гели-русички. Помимо этого, английским языком я занималась со своим репетитором, с которым ещё до решения сдавать ЕГЭ я занималась предварительно где-то два или даже три года, ну, с незначительными перерывами на пару месяцев. Я очень сильно любила учить язык, для меня это тоже было прям отдельным видом кайфа, моим хобби, и поэтому сдача ЕГЭ по-английскому мне было немножечко проще, потому что уже такая неплохая база, где-то уровень B1 у меня уже был на тот момент. Сейчас у меня практически подкреплённый B2, но ещё не совсем, потому что я мало для этого делаю, если честно. По литературе у меня тоже изначально был репетитор, с которым я где-то с, наверное, середины 10 класса успела отзаниматься, или, наверное, с лета после 10 класса, в общем, где-то в общей сумме год, может быть, полтора, что-то вот в таком духе. Первые несколько месяцев, когда я пришла в Яголэнд, я занималась параллельно и в Яголэнде по литературе, и с репетитором по литературе, и абсолютно такая же ситуация у меня была с английским языком. От педагога по литературе, от репетитора я ушла достаточно быстро, потому что мне просто перестал нравиться формат, мне не хватало какой-то чёткости, мне не хватало какой-то структуры, хотя педагога я очень сильно люблю всем сердцем, она ещё является экспертом по проверке ЕГЭ, в общем, всё было круто, но в какой-то момент я просто поняла, что формат подготовки в Яголэнде для меня гораздо более близок, чем данный формат, и я просто решила уйти, потому что в какой-то момент я начала разрываться между занятиями в Яголэнде и с репетитором. Мне приходилось читать по 5-6 произведений одновременно, из-за того, что программа разнилась, было действительно очень тяжело, я не вывозила такой объём домашки, и я просто ушла. С английским языком произошло примерно то же самое, только от педагога своего я ушла где-то за месяц до сдачи экзамена. Я поняла, что хочу последний месяц провести за английским языком исключительно в Яголэнде, и поэтому осталась только там, от репетитора также я ушла по собственным причинам. Пожалела ли я об этом? Абсолютно нет. Во-первых, Яголэнд — это про максимально приятные, удобные, комфортные, классные цены. Заниматься здесь достаточно выгодно, здесь максимально удобная платформа, созданная для всех учеников, где есть разные тренажёры для повторения каких-то тем, где есть папка косяков, которые вы можете прорабатывать. Вы в процессе своего обучения в онлайн-школе делаете какие-то домашки, допускаете какие-то ошибки, и все эти ошибки сохраняются в папке косяков, в которую вы в любой момент можете зайти и просто прорешать эти ошибки, чтобы закрепить свои знания в голове. У каждого ученика есть свой наставник, который проверяет домашки, все ученики делятся по кланам, между кланами проходят битвы, короче, подготовка действительно очень-очень интересная, очень творческая. Все педагоги, что Настя Кика, которая вела у меня английский, что Геля Русичка, которая вела у меня русский, и что моя прекрасная Юля Литра, все девчонки максимально классные, максимально харизматичные, с невероятной просто какой-то энергетикой. И это люди, которые являются действительно профессионалами своего дела, и они без проблем смогут донести до вас абсолютно любую непонятную вам тему. Также ребята из Яголэнда где-то первого вроде мая, если я не ошибаюсь, устраивали нам общую тусовку, общий съезд в офлайне в Москве. В одном помещении, в одном огромном здании нас было где-то 1200-1300 человек, если не больше. И это было действительно очень круто. Если у меня получится, в процессе монтажа, я где-нибудь вот после моих слов вставлю вам небольшую нарезочку, покажу, как это было. Мы делали для Юли сюрприз, дарили ей 101 розу с ребятами, все вместе общались, постоянно пустили, танцевали. Нас там кормили хот-догами, сахарной ватой. Короче, это было просто невероятно. И Яголэнда действительно очень большие молодцы, что делают такие масштабные мероприятия. Так сильно запариваются и так стараются для своих учеников. Это действительно очень ценно. И я опять же говорю это максимально искренне. Какие-то советы по типу, как и где вам лучше готовиться, я, наверное, давать не буду, потому что в любом случае у каждого человека свой индивидуальный формат, который подходит именно вам. Но просто от души. Если вы хотите заниматься в максимально удобном формате, если вам нравится идеология, концепция онлайн-школ, то лучшее, что случалось со мной в процессе подготовки к ЕГЭ, это онлайн-школа Яголэнд. Просто от души. Саша Общество Знайка, Макс Физик, сейчас еще у ребят появилась математика в онлайн-школе для тех, кто сдает профиль. И на самом деле это очень классная штука, это максимально удобный формат, максимально творческий, и это то, что действительно позволит вам набрать большое количество баллов, если вы будете стараться и работать. Вебинары по каждому предмету я смотрела примерно каждый день, наверное, вообще они все проходят примерно по два-три раза в неделю по каждому предмету. Я просто еще в условиях того, что я любила все-таки потусить, не хотела заниматься только ЕГЭ, я еще очень часто работала, я встречалась с друзьями, из-за этого какие-то вебинары я просто перекладывала на потом и смотрела их просто чуточку позже в записи. Но занималась я этим действительно каждый день, я просто выработала себе привычку и в школе просто вместо того, чтобы опять же слушать что-то скучное, я смотрела вебинары. Могла собираться со своими друзьями, знакомыми, ходить в разные кофейни и просто вместе заниматься просмотром вебинаров, написанием сочинений. В общем, каждый сидел и готовился к ЕГЭ по тем предметам, которые он сдавал. И это действительно тоже было очень круто и прикольно. И еще раз хочу сакцентировать свое внимание на том, что чтобы сдать ЕГЭ на высокие баллы, не обязательно фигачить 25 на 8. Просто построите для себя максимально комфортный, удобный график, распределите все четко по темам, определитесь, когда, что и в какой момент вы будете проходить, и этого вам будет достаточно. Как говорится, лучше сделать 3 или 5 качественных, действительно качественных, мощных таких основательных шагов, чем сделать 100 вот таких вот мелких, когда вы карабкаетесь, 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 а в итоге никуда не влезаете. С подготовкой к ЕГЭ лично по моему мнению работает абсолютно та же система, поэтому все те люди, которые вам говорят, что вы просто умрете от подготовки, это не так. Все зависит от того, как вы распределите ваше время и как вы сами будете к этому относиться. И как раз-таки к вопросу отношения. Переходим к вопросу о том, как в процессе подготовки к ЕГЭ не свалиться в выгорание, что делать со своим эмоциональным состоянием, как избежать ощущения тошноты от подготовки, и все-все-все в этом духе. Поехали. Главный аспект, который помогал мне избежать ошибки с выгоранием, с потерей себя, это то, что я постоянно уже на протяжении нескольких лет очень активно слежу за своим состоянием. Каким образом я это делаю? Я на постоянной основе веду разные дневники эмоций. Я выписываю все, что я чувствую, чтобы какой-то негатив надолго не оставался в моей голове и не мешал мне думать и работать. Как только я испытываю что-то негативное, я до сих пор все это выбрасываю куда-нибудь на бумагу, иногда в заметки в телефоне, но, конечно, на бумаге это делать гораздо лучше лично для меня. Также могу сливать свои негативные эмоции в спорт, могу уходить гулять, могу делать что угодно, чтобы отвлечься, и всегда проживаю эмоции. Это на самом деле очень частая ошибка людей, сейчас будет такой небольшой психологический кружок на несколько минут. Многих из нас приучают к тому, что слезы — это слабость, что если ты плачешь, все, ты, короче, тряпка, ты ничего не сможешь добиться, потому что ты ботва. Это, опять же, не так. Слезы — это максимально здоровое явление, нормальное, адекватное, и все ваши эмоции — это тоже здорово, нормально и адекватно. Просто с этими эмоциями нужно уметь максимально грамотно обращаться и делать так, чтобы они не мешали вашей работе и учебе. Главное, что вы можете сделать с этими эмоциями, это прожить их. Если вы хотите плакать, поплачьте. Если вы хотите злиться, позлитесь. Сделайте так, чтобы эти эмоции не оставались внутри вас и потом не повлияли никак на вашу работоспособность. И поверьте мне, я говорю вам как человек, который совершал огромное количество подобных ошибок, лучше один час или два часа жизни потратить на то, чтобы поплакать и вылить вообще все, что вас просто задолбало, чем потом целую неделю на то, чтобы лежать с диким ощущением вообще какого-то околовыгорания, не хотеть ничего делать и не хотеть вставать с кровати. Так гораздо лучше. Именно поэтому кто бы что вам не говорил, кто бы вас как не настраивал, педагоги, родители, кто угодно, пожалуйста, заботьтесь о том, чтобы ваши эмоции, особенно негативные, не оставались внутри вас. Перенаправляйте их в другое русло, выкидывайте их, проживайте их максимально четко и качественно и все тогда обязательно будет хорошо. Пожалуй, главный совет, который я даю всегда и всем, это баланс всех сфер жизни. Я уже до этого, когда рассказывала про график, упоминала эту систему. Не забывайте о том, что у вас есть хобби, что вы можете начинать работать уже в более раннем возрасте, зарабатывать себе деньги, особенно если вы хотите, например, учиться на платной основе, как это делаю я, если вы хотите переехать в другой город, хотите самостоятельно себя обеспечивать, хотите покупать себе какие-то свои хотелки, вот вам, пожалуйста, еще один вид деятельности, которым вы можете заняться в процессе подготовки к ЕГЭ. Нашему мозгу, нашему организму, в принципе, становится достаточно тяжело вывозить эту жизнь, когда она превращается в полноценную рутину. Именно поэтому, если мы только готовимся к ЕГЭ и кроме этого ЕГЭ ничего не видим, мы начинаем очень быстро потухать, и мы действительно задыхаемся от этой рутины. Но поверьте мне, свою рутину тоже можно полюбить, если сделать эту рутину максимально классной, объемной, качественной и яркой. Не забывайте про то, что существуют хобби, существуют спорт, существуют классные книжки, существует саморазвитие, существуют друзья, семья, работа, куча огромных аспектов. И если вы переходите на тот этап, когда вам нужно на постоянной основе готовиться к ЕГЭ и готовиться к поступлению, не забывайте о том, что это не главное в вашей жизни, это не единственное, что вы будете делать. И в один прекрасный момент ЕГЭ закончится, все ваши баллы будут у вас вот так вот на ладошке, вы уже будете учиться в университете, все будет достигнуто и все будет сделано. Но если вы выйдете из этого этапа как какая-то ботва, как какая-то просто потухшая, растекшаяся ватка, которая просто ничего не хочет делать, которая потратила все свои силы на бесконечное зазубривание тем, то я сомневаюсь, что вы будете чувствовать себя максимально здорово, кайфово и классно. Поэтому, пожалуйста, помните о том, что ваше здоровье это главный приоритет. Без вашего здоровья, без классного состояния, без вдохновения вы очень вряд ли сможете получить высокие баллы. Это действительно очень-очень важный фактор, и если вы даже готовы на стону, если вы чувствуете себя просто отвратительно и идете с максимально негативным настроем на ЕГЭ, то есть очень большой риск, что вы просто прям там в аудитории, как я, например. Ну, у меня было не совсем так, но около того. Просто возьмете, сорветесь, и в итоге завалите все, что завалить вы, и, казалось бы, не могли. Я в процессе своей подготовки к ЕГЭ постоянно обращалась к своим близким друзьям. Я могла плакать и проживать эмоции вместе с ними. Я постоянно отвлекалась на спорт, отвлекалась на то, чтобы позаботиться о себе, полежать в какой-нибудь горячей ванне с бомбочками, сделать вообще все, что я делаю, достаточно редко. И каждый день своей жизни я старалась насыщать чем-то приятным, постоянно отвлекаться на что-то, кроме подготовки к экзаменам. И в итоге, как видите, я сдала ЕГЭ. Я уже на данный момент поступила в университет, в который хотела. Я поступила в высшую школу экономики, на медиакоммуникации. Все супер, все замечательно. И я чувствую себя просто самым счастливым человеком. Сейчас начинаю снова вливаться в рабочий график, вести YouTube-канал, и я действительно просто дико счастлива, и чувствую себя максимально круто. Именно поэтому я советую вам следить за вашим здоровьем, прислушиваться к тому, что говорю вам я, следить за тем, как вы себя чувствуете, и у вас обязательно все получится, и все будет хорошо. Следующий аспект разговора про ЕГЭ. Как у меня, в принципе, прошел сам этап написания экзамена, как это было, было ли это очень страшно, как, в принципе, все прошло, и почему же все-таки вместо сотки по литературе я получила 63. Да. Начнем с более простого аспекта. Русский язык. Это экзамен, который я писала вторым по очереди, напоминая о том, что самым важным, самым ценным из экзаменов для меня был ЕГЭ по литературе, который проходил самым первым, поэтому был для меня, наверное, самым таким страшным, но, несмотря на это, я прошла туда максимально спокойной. На русский язык я шла уже спокойной вдвойне, я знала, что я в любом случае получу хороший балл, если не сотку, ну, в зависимости от того, какой вариант попадется, то как минимум 80. И, в принципе, так и произошло. У меня по русскому языку, как я уже и говорила, 87 баллов. Забавный факт, последний пробник, который я написала в школе, результаты которого пришли за два дня до ЕГЭ по русскому у меня был написан ровно на столько же, ровно на 87 баллов. Интересно, конечно. Русский язык я писала максимально на чиле, на расслабоне, меня вообще, ну, ничего не заставляло в этот момент переживать. Я достаточно быстро решила тест, где-то, наверное, за 30-40 минут, может быть, чуть-чуть побольше. Сочинение я написала тоже быстро где-то за час, ну, и в итоге где-то даже за час, за полтора до конца экзамена я вышла из аудитории максимально счастливая, довольная, была очень уставшая. Единственное, что я чувствовала, это очередное ощущение облегчения от того, что у меня минус один экзамен, и я чувствовала дикую усталость глаз от того, что я вот так вот сидела и фигачила это несчастное сочинение. Больше всего в ЕГЭ по-русскому я накосячила именно в тесте, именно поэтому я говорю, что относиться к тесту максимально поверхностно лучше не стоит. Лучше постоянно тренироваться, постоянно нарешивать каждое задание, к каждому повторять какие-то правила, не зазуривать их, просто понимать, понимать, как работает система, примерно помнить, как вообще определяются какие-то аспекты в русском языке, и всё обязательно будет хорошо. Лично, по моему мнению, здесь в тесте по-русскому успех зависит именно от того, насколько часто вы нарешиваете тест. Я могу сказать, что из вариантов вариант, многие типы заданий очень-очень сильно повторяются, поэтому потом всю вот эту шаблонную систему достаточно быстро можно запомнить, потом уже нарешивать, щёлкать как орешки, и в итоге получить хороший результат на экзамене. За сочинение у меня был практически максимальный балл, у меня было 23 из 24, объясню, почему мне сняли один балл. Это на самом деле тоже очень важный аспект, который стоит учитывать всем тем ребятам, которые будут сдавать ЕГЭ. Пишите, пожалуйста, максимально аккуратно, и проверяйте, не накосячили ли вы с написанием какой-то конкретной буквы. Какая ситуация в русском языке произошла у меня? Я писала в аргументе капитанскую дочку Пушкина, и писала фамилию нашего главного героя, Петра Гринёва. Гри-Нёва. Я писала, конечно же, как и все, чёрной вот этой вот капиллярной такой толстой ручкой. И когда я писала фамилию героя, при первом его упоминании у меня буква И, вот эти вот две палочки, которые находятся в букве И, превратились как будто бы в букву А. Если, опять же, я смогу найти свой бланк, я сейчас где-нибудь тут прикреплю вам как-нибудь в приближенном формате, как это вообще выглядит куда-нибудь вот-вот-вот сюда. И получилось так, что мне снимают балл за фактологическую точность. Ну, типа, что фактическая ошибка, что я назвала Петра Гринёва Петром Гранёвым. Хотя во всех последующих предложениях у меня фамилия героя написана максимально правильно. И тут она тоже была написана правильно, просто так выглядит буква. И, естественно, эксперты не будут разбираться, что ты там хотел сказать. Что они увидели, то они и поставили. Поэтому это как бы справедливо. Я это, в принципе, вообще не заметила. Поэтому, пожалуйста, максимально чётко, максимально внимательно. И это касается абсолютно любого экзамена. Такую ошибку можно допустить абсолютно везде. Вы можете, например, поставить ответ на какое-то тестовое задание не в то окошко. Типа, у вас там во втором номере ответ 3, а в третьем номере ответ 4. И вы можете поставить ответ второго номера на третий номер, ответ, например, третьего номера на четвёртый. Можете перепутать порядок расположения этих ответов и в итоге получить минус достаточно большое количество баллов. Это очень-очень важно. Что касается литературы, это такой самый такой горячий, жареный момент моей подготовки к ЕГЭ, самый такой прям ммммм, хочется прям вот вот так сделать, вспоминая об этом. За неделю до подготовки к ЕГЭ, как и, кстати, за неделю до подготовки к английскому и русскому языку, я была на марафонах Егелэнда. В течение марафона мы повторяли абсолютно все темы. Я думаю, вы ещё часто слышали такое понятие, как предбанник. В общем, предбанник и марафон это примерно одно и то же. Просто каждая онлайн-школа называет этот марафон по-разному. Это процесс недельной подготовки к ЕГЭ, заключительной. Там мы с Юлей, со всеми ребятами повторили все темы, мы каждый день собирались с моими девочками, что-то повторяли, учили вместе стихотворения. За неделю до ЕГЭ по литературе я успела выучить примерно стихотворений 20 дополнительно, то есть я учила там где-то по 2-3, иногда по 4 стихотворения в день. Я действительно занималась этим очень много, и не скажу, что мне было очень скучно. Мне просто реально нравился этот процесс, и я это делала, ну, чисто на всякий случай. И вторая причина — это то, что я действительно от этого кайфовала и понимала, что, блин, ну когда, если не сейчас, я смогу выучить столько стихотворений? Спойлер, мне это вообще нифига не помогло, вообще мне это не понадобилось, но теперь у меня в голове действительно годные стихотворения. Все мои педагоги в школе, мои друзья, мои родители, абсолютно каждый человек говорил мне, что он ждет от меня сотку, потому что я действительно знала литературу на сотку, я искренне любила этот предмет, я вложила просто всю свою душу в подготовку, и в итоге именно по этому предмету я получила меньше всего баллов. За несколько дней до ЕГЭ я ходила и просто молилась, чтобы мне выпало горе от ума в 12-м сочинении, и знаете, что произошло? Мне выпало горе от ума в 12-м сочинении, и от этого я действительно очень сильно кайфовала. У меня был самый легкий вариант, и в итоге я получила самые низкие баллы. В первой части у меня была гоголевская шинель, во второй части у меня была тема родины, но конкретно тема России, и в 12-м сочинении, собственно, я выбирала горе от ума. Просто сказка. Во-первых, какую ошибку я допустила перед тем, как разбирать, почему у меня такие баллы? Я уделила просто огромное количество своего внимания повторению самых сложных произведений, каких-то объемных по типу «Войны и мира» и «Тихого дона», а и что-нибудь там по типу «Чехова», какие-то рассказы Бунина, то, что я, в общем, очень часто пропускала, и не уделяла этому столько внимания, сколько другим произведениям. Повторяла что-то более тяжелое, что-то более странное и непонятное для меня, и совсем забила на простые произведения. Я думала, ну всё, ну я же всё знаю, но я не учитывала тот факт, что за вот эту вот неделю и, в принципе, за весь год у меня в голове всё равно сформировалась некая каша из знаний, потому что предмет всё-таки не один, есть ещё русский, есть ещё там даже та же самая базовая математика, есть ещё английский язык, и, естественно, каша как-никак, но формируется. И я посчитала, что, в принципе, уделять особого количества внимания каким-то простым произведениям, ну, не нужно. Мне очень зря. Потому что я очень-очень плохо повторила Шинель, я просто послушала то, что рассказывала Юля, хотела хотя бы чуть-чуть повторить, поучить скрипты, но я не стала этого делать и просто забила на это произведение, как и на многие другие. И в итоге в первой части мне попалась именно Шинель, тест у меня, естественно, тоже был по Шинели, но могу сказать, что, конечно, из ситуации я выкрутилась, все задания были для меня максимально простыми. Но, например, то задание, где нужно сопоставлять имена героев и цитаты, которые они произносят в произведении, меня ввело немножко в тупик. Я его делала чисто по логике, и в итоге, кстати, моя логика меня не подвела, оно было сделано правильно максимально. Но я тогда очень сильно испугалась, я прям сидела такая, господи, я не помню ничего, это какой-то кошмар. Теперь переходим к оценкам, собственно, моего экзамена, моего Кима и к моим баллам. Почему я получила 63? Сейчас будет самое обидное, возможно, где-нибудь тут я тоже вам напихаю скринов для подтверждения моих слов. За все задания, кроме одного, я получила максимальный балл. У меня максимальный балл за тест, у меня максимальный балл за 4 сочинения из 5, и получилось так, что одно сочинение мне полностью аннулировали. То есть я потеряла все баллы, которые я могла за него получить. И произошел небольшой прикол. Ни для кого, я думаю, не секрет, если вы не в курсе, не знаете, но собираетесь сдавать, например, литературу, то я, конечно же, не могу об этом не рассказать. В литературе, наверное, одна из самых жестоких систем переводов первичных баллов во вторичную систему баллов. То есть, условно, если вы пишете там ЕГЭ на сотку и делаете какую-нибудь ошибку, то у вас уже получается не 99 баллов, а где-то 96. Потом, если вы теряете еще один первичный балл, то этот первичный балл автоматически превращается где-то в 4-5 вторичных, и у вас получается не 95 вместо 96, а 91. А таких ошибок, учитывая то, что у нас 5 сочинений и еще есть тестовые задания, можно сделать просто огромное количество, особенно при написании сочинений. И это действительно достаточно жестко. Но, в принципе, в ЕГЭ по литературе не так много заданий, поэтому я думаю, что разбаловка вроде как логична, но все равно для меня она до сих пор непонятна. Это очень жестоко. И я, конечно же, прекрасно об этом знала. Что произошло? Так как я очень плохо повторила Шинель, я не могла вспомнить какие-то детали, характеристики Акаки Акакевича Башмачкина, собственно, главного гоголевского героя этого произведения. И в шестом сочинении, где нужно было сопоставить персонажей друг с другом, у меня была тема маленького человека, и это была тема, ну, для меня реально сказка. Это была моя любимая тема в домашках, я постоянно писала сочинения по этой теме на прям самый-самый высокий балл, иногда там делала какие-то тупые ошибки, но очень-очень редко. И тема реально, ну, подарок, как и весь мой Ким. Что произошло? Меня начало переклинивать. Я сразу вспомнила весь список произведений, которые я могу привести в аргументацию. Но меня просто переклинило. Я сижу и такая, а Мцири является маленьким человеком или нет? Хотя Мцири это просто романтический герой. И это прям действительно очень большая такая литературная ошибка, которую ты можешь сделать. В процессе подготовки я бы никогда, ни за что не подумала о том, что Мцири это маленький человек. Это не так. Этого никто никогда и нигде не говорил. Но в тот момент это почему-то пришло мне в голову. Мне показалось, что Мцири чем-то очень-очень похож на Акаки Акакевича Башмачкина. Что их было бы очень круто сопоставить между собой. Что это вообще просто лучшая идея, которая только приходила мне в голову. Хотя в тот момент я чувствовала, что, по-моему, всё-таки что-то как-то идёт не так. И, наверное, лучше не стоит этого делать. У меня в голове было огромное количество сомнений. Я пыталась себя переубедить. Я прям сидела и про себя говорила себе, что, Лиза, пожалуйста, не рискуй. Лучше там, ну в чём-то ты не уверена, не помнишь ты какие-то детали про Башмачкина. Как-нибудь обобщённо скажи. Ну возьми хотя бы чуть-чуть налей воды. Хотя в литературе это запрещено. Но хотя бы что-то сделай. Тогда у тебя будет риск потерять не все баллы, а может быть там несколько. Но Лиза всё равно решила рискнуть. И риск это, конечно, круто, но не в такой ситуации. И не на ЕГЭ по литературе с учётом того, какая у нас система перевода баллов. И система оценивания всего экзамена. Это кошмар. Ну и что вы думаете, что же я делаю? Я пишу Мцири в аргументацию и получаю просто по нулям. Потому что Мцири — это не то произведение. В этом произведении нет маленького человека. И, естественно, мне аннулировали полностью всё сочинение за несоответствие теме. И в итоге при идеальных абсолютно баллах за все остальные задания я теряю, получается, 8 первичных. Эти 8 первичных превращаются в минус почти 40 баллов на ЕГЭ. И получается, что я пишу где-то на 45 из 53. Ну, то есть это выше 80% выполнения. И получаю 63 балла. Вот такой вот прикол. Для меня на самом деле этот опыт был очень большим уроком. И уроком не на то, чтобы там лучше учиться, больше знать, потому что я могу сказать с уверенностью, что я знала абсолютно всё. Просто чему-то не уделила должного внимания вот именно на краткосрочной памяти, за неделю до подготовки. Хотя все произведения я знала очень хорошо. Это урок в первую очередь на то, чтобы научиться слушать и понимать себя. И он актуален на самом деле для каждого из нас и для меня до сих пор. Жизнь очень часто подкидывала мне подобные прикольчики, в которых мне нужно было сделать выбор в пользу себя. Если этот выбор я не делала, если я себя не слушала, не прислушивалась к своим настоящим истинным чувствам и эмоциям, то получала соответствующий дерьмовый результат. Так произошло, в принципе, и на ЕГЭ по литературе. И на других предметах, кстати, нет. И это действительно очень знаковая такая история, потому что именно на том предмете, на который я возлагала больше всего надежд, я и накосячила больше всего. Я тысячу раз пыталась себя переубедить. У меня в тот момент, когда я начинала писать словом Цирия, была внутри какая-то дикая тревога. Но я всё равно решила, что ладно, ну пусть будет так, но раз уж решила, буду писать. И очень-очень зря. Потому что мысль о том, чтобы всё-таки этого не делать, у меня внутренне вот тут вот и вот тут вот сидела, наверное, минут 10. Но что есть, то есть. Как вообще готовиться к ЕГЭ конкретно по литературе? Я знаю, что среди вас 100% есть литераторы будущие, поэтому немножечко расскажу про этот аспект чуть-чуть поподробнее. Но не супер детально. Потому что нам ещё нужно поговорить про английский язык и про детали его подготовки. Что нужно для успешной сдачи ЕГЭ по литературе? Ну, первостепенно запомнить, что Мцирия — это не маленький человек. Всё, ладно, отпустим этот момент. И для кого не секрет, что в ЕГЭ по литературе достаточно большое количество произведений в кодификаторе, и я спешу вас обрадовать, что не нужно читать абсолютно всё для того, чтобы хорошо сдать ЕГЭ. Конечно же, стоит учитывать, что ЕГЭ — это всё-таки рулетка. Я думаю, что фразу этого слышали просто постоянно, и я её тоже могу подтвердить, потому что кому-то выпадали максимально убогие варианты, кому-то выпадало то, что ты там забыл повторить, и это абсолютно нормально, здесь ты никак не предугадаешь, что тебе в итоге попадётся. Лично я считаю, что либо большинству произведений, либо всё-таки всем произведениям нужно просто уделить внимание хотя бы в какой-то степени. За исключением зарубежной литературы, если вы не планируете приводить её в аргументацию, то, в принципе, её можно обойти стороной. Мы в ЕГЭ, и я самостоятельно тоже, в принципе, не изучала практически никакие зарубежные произведения, потому что мне просто это было неактуально и неинтересно, это не обязательно. Конечно же, если вы начинаете готовиться к литературе с 10 класса, я искренне рекомендую вам потратить это время на то, чтобы почитать побольше произведений, почитать какие-то рассказы, например, Бунина и Чехова, почитать, если у вас есть желание, хотя бы чуть-чуть, хотя бы эпилоги Войны и Мира, хотя бы чуть-чуть поизучать Тихий Дон, может быть, заранее посмотреть сериалы по этим книгам. Это, кстати, хорошая штука, я не читала ни Войну и Мир, ни Тихий Дон вообще. В Войне и Мире я читала только эпилоги, нам такую домашку давала наша Юля в Еголенде. А так я смотрела сериалы. Сериал Война и Мир от BBC не очень, а вот наш сериал Бондарчука очень даже ничего, но многих деталей там, конечно же, нет. И то же самое было с Тихим Доном. Тихому Дону я, в принципе, не особо уделяла большое количество внимания, потому что была очень низкая вероятность того, что это произведение попадётся в наш год, и, в принципе, я его не люблю, но мне не нравится, я его вот так вот избегала немножечко. Читайте самые базовые, самые распространённые произведения, желательно полностью, то есть там Гоголевскую Шанель, опять же, Мёртвые души Гоголя, Отцов и детей Тургенева, Фанвизина Недоросы, Грибоедовское горе от ума, конечно же, Пушкинского Евгения Онегина. Ну и вот всё в этом духе. Самые базовые произведения, которые действительно очень часто встречаются, читайте. Есть ещё один такой отдельный аспект в ЕГЭ по литературе, это древнерусская литература, к которой относится слово о полку Игореве. Очень многие ребята, когда это произведение встречается на ЕГЭ, начинают пугаться, думать, господи боже, что с этим делать, это так сложно. Во-первых, я рекомендую читать слово о полку Игореве в переводе Лихачёва на полноценный, адекватный русский язык. Поверьте мне, если вы будете читать не в оригинале, а в этом переводе, вы просто сделаете самый лучший выбор в вашей жизни, честно. Вы от этого ничего не потеряете, но зато вы сможете понять весь смысл. И на самом деле произведение максимально простое, максимально банальное, там нет ничего сверхъестественного, если просто в нём разобраться. Поэтому не пугайтесь подобных штук, это абсолютно окей, в ЕГЭ по литературе абсолютно всё решаемо. Что касается теории, то есть я конкретно говорю про тестовые задания в первой части экзамена, в заданиях по эпическим произведениям, и также говорю про тестовую часть в блоке лирика. В тестовой части все задания максимально типовые, стоит ещё учитывать, что их очень-очень мало в ЕГЭ по литературе, у нас, по-моему, только 4 тестовых вопроса в первой части, и вроде бы 4 тестовых вопроса во второй. То есть здесь, в принципе, делать особо нечего, и нет у нас какого-то огромного-огромного количества терминологии. Всё её выучить абсолютно реально, и я даже могу сказать, что учить сами термины, в принципе, особо не нужно, только для некоторых заданий. Важно эти термины хорошо понимать, знать, как они работают, и уметь приводить примеры, чтобы вы могли отличить один термин от другого. Важно уметь учиться отличать разные метафоры, анафоры, эпифоры, какие-нибудь там гиперболы в стихотворениях. Всё это можно очень легко наработать на практике, просто постоянным нарешиванием этих заданий. Как раз таки в Яголэнде мы практически весь год этим занимались. У нас в каждой домашке была тестовая часть с максимально сложными типами каждого тестового задания. И в итоге практически каждый день я нарешивала эти литературные тестовые задания. И на ЕГЭ по литературе я не увидела для себя абсолютно ничего нового, абсолютно ничего страшного, и очень быстро решила вообще весь тест без капельки сомнения. Поэтому здесь поучить и просто нарешивать, 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 нарешивать. Ничего страшного, ничего сложного в этом нет. Опять же, все произведения можно не читать, но если вы что-то не читаете, то я искренне, от всей души рекомендую всё равно уделить внимание каким-то произведениям, которые вы немножечко так сдвигаете на второй план и пропускаете. Рекомендую не допускать ошибок, которые я сделала с произведением Шинель, потому что тоже может быть определенного рода подлянка, где вы просто не вспомните имя героя, не вспомните его характеристику или что-нибудь в этом духе. Если вы что-то не читаете, то смотрите, например, театральную постановку, смотрите сериал, если такой есть, и обязательно слушайте вашего педагога, слушайте, читайте краткие пересказы, запоминайте детали, и не забывайте о том, что периодически всё-таки, если вы начинаете что-то забывать, повторяйте содержание произведения. Если произведение небольшое, то не поленитесь, уделите время на то, чтобы полностью произведение перечитать. Если произведение достаточно крупное, то хотя бы смотрите сериал или хотя бы заново перечитывайте краткое содержание. Кратким содержанием я бы, конечно, тоже не доверяла до конца, потому что там очень много фактических ошибок, а за фактические ошибки в литературе всё достаточно жёстко. Вот вам, пожалуйста, мой Мцири «Маленький человек» — это жестчайшая просто, жесточайшая, извиняюсь, фактическая ошибка, которая принесла мне в итоге 63 балла при идеальных баллах за все остальные задания. Вот примерно как-то так. Теперь переходим к нашему чудесному, прекрасному ЕГЭ по английскому языку. В моём случае ЕГЭ по английскому языку был последним экзаменом, который я сдавала, и это было просто максимально круто, реально круто. Я снова пришла в ту школу, в которую я ходила писать уже неоднократно, из которой я забирала своих друзей, одноклассников, и в целом была максимально спокойна, как обычно, прошла через рамку. Кстати, по поводу рамки сделаю сейчас небольшое лирическое отступление. Могу сказать, что я ходила на ЕГЭ без телефона и без шпаргалок. Только на литературу я брала одну-единственную шпаргалку. У меня, короче, под чёрными моими брюками были такие суперобтягивающие велосипедки, и у меня в велосипедках вшит такой маленький тоненький кармашек. И из этого кармашка, ну вообще никогда ничего не выпадет, если ты особенно туда кладёшь какую-нибудь такую тоненькую свёрнутую бумажечку. С этим, конечно, тоже нужно быть аккуратным. Ещё было достаточно жарко, я ещё постоянно вот так вот шевелилась, и я боялась, что, не дай бог, всё-таки она выпадет. Но на самом деле нет, это очень такая чёткая, твёрдая проверенная конструкция, поэтому берите на заметку. Но шпаргалок у меня, в принципе, не было нигде, потому что очень часто на ЕГЭ они оказываются абсолютно бесполезными. Хотя многие мои знакомые проносили и телефон, и шпаргалки, и кто-то очень успешно списывал, кому-то это помогало. В общем, здесь я, опять же, каких-то советов давать не буду. Ну, лично я просто делала выбор в пользу того, чтобы не брать ни телефон, ни большое количество шпаргалок, и, в принципе, на большинство экзаменов не брать вообще ничего с собой. Просто по той простой причине, что, зная себя, я очень сильно боялась, что у меня что-нибудь случайно где-то выпадет, что-нибудь где-то случайно засветится. И я понимала, что лучше я чуть-чуть побольше посижу, поповторяю перед ЕГЭ, чем я буду потом сидеть и вот так вот трястись. И трястись не от того, что я ничего не знаю и мне страшно, а от того, что мне страшно, что у меня что-то выпадет. В общем, достаточно опасная штука, но если вы знаете, что у вас всё под контролем, если вы сможете всё чётко себе как-то закрепить и всё суперски сделать, то идея гуд, можете с собой что-то брать. Но я лично всё-таки не рекомендую этого делать. Лучше просто предостеречься и не идти на крайние меры. Это просто лично моё мнение по этому поводу. На английский я также шла абсолютно чиста, была вот такая вот вся максимально на чиле, на расслабоне, чувствовала себя максимально комфортно, слушала музыку, тусила. В общем, я была максимально счастливая. На письменную часть я пришла, сделала всё достаточно быстро. У меня до конца где-то оставалось, наверное, минут 40, может быть, час. Ну, то есть времени мне на всё хватило. По английскому языку я напоминаю, у меня 81 балл. Больше всего я накосячила в тестовой части. И если, например, по русскому и по литре у меня были достаточно несложные варианты, то по английскому я бы, наверное, так не сказала. Половина заданий была очень даже ничего, вторая половина была максимально жёсткой, с лексикой, наверное, уровня C1. Ну, B2, но B2 я бы поспорила, наверное, всё-таки C1. Какие-то тексты, которые я читала, очень-очень сильно по уровню сложности отличались от тех, что были у нас там в Яголэнде, были на решу ЕГЭ, ещё где-то. Они были действительно очень сложные. И мне просто приходилось хотя бы как-то по контексту, хотя бы чуть-чуть переводить текст, и просто какие-то фразы вырывать из контекста, чтобы хотя бы что-то понять. Это действительно было очень непросто. Было очень лёгкое аудирование, очень лёгкая часть по грамматике, но вот часть по чтению была действительно достаточно жёсткой. Эссе и письмо были очень-очень хорошими. У меня была тема вымирающих животных. Очень неплохо. Единственное, что я там затупила на вопросе, какие виды вымирающих животных существуют в России, я сижу и думаю, господи, почему я не могу вспомнить? Я просто сказала про вымирающие виды бабочек, и это единственное, что пришло мне в голову. Эксперты это засчитали, и это, в принципе, не особо важно. Приведи хотя бы что-нибудь адекватное, и всё будет окей. Я даже не вспомнила в этот момент про болярных медведей. Я просто вот так вот сидела в прострации и кайфовала. Вот так вот всё было. В эссе у меня была тема фотографии вроде как, причина, по которой люди любят делать фотографии. И это было на самом деле очень-очень забавно и очень прикольно. Эссе и письмо, кстати, я написала на самый максимальный балл. С экзаменом я справилась достаточно быстро, и в целом всё прошло очень комфортно. Что касается устной части, вот это, наверное, единственная частичка экзамена, частичка моей сдачи ЕГЭ, на которой меня немножечко вот так вот потрясло и поколошматило, потому что здесь уже ты не можешь спокойно, уютненько сидеть у себя за партой в аудитории, и там что-то там писать. Здесь ты сидишь, перед тобой такой небольшой ноутбук, вот эта вот картинка, как на сайте Светланы English Online, через которую я готовилась как раз-таки к устной части. Кстати, берите на заметку, сайт крутой для подготовки к устной части, самое то, там есть огромное количество вариантов по каждому заданию, и каждое вы там можете тренировать, можете записывать свой голос, слушать со стороны свои ошибки, и, в принципе, делать это можно как самостоятельно, так и с репетитором. Очень крутая практика. Так вот, всё выглядит абсолютно идентично, ты сидишь в таких наушничках, у тебя вот тут вот микрофон, в аудиторию вас запускают где-то примерно по 6 человек, иногда по 4, я сидела в аудитории, по-моему, ещё с 5 людьми. В общем, в общей сумме нас было 6. А могу сказать, что моментами это очень-очень непросто, потому что, естественно, тебя слышат другие люди, несмотря на то, что они в наушниках, несмотря на то, что в наушниках есть шумоподавление, и очень-очень часто вы начинаете все говорить в один и тот же момент, поэтому я, когда что-то записывала, когда давала ответ на какое-то задание, вот так вот поближе к себе, поближе к ушам прижимала наушники, и прям очень громко, чётко начинала говорить в микрофон, чтобы так немножко, скажем, перекричать других людей, которые сидят со мной в аудитории. Потому что иногда, когда ты сидишь в тишине, например, читаешь текст, готовишься к тому, чтобы прочитать его вслух, если кто-то рядом с тобой уже начинает тараторить, ты всё равно это слышишь, как бы ты не хотел это проигнорировать. Поэтому это тот аспект, который стоит учитывать, и нужно уметь очень хорошо абстрагироваться, чтобы хорошо ответить и не сбиваться, из-за того, что тебе кто-то там по духам что-то рассказывает. Всё прошло тоже абсолютно адекватно. На первом задании меня, конечно, немножко потрясло, потом я немножко расслабилась, уже начала полноценно игнорировать всё то, что говорит каждый человек сбоку от меня. Кстати, да, тот самый лайфхак, про который говорят люди, что вот ты можешь просто в какой-то момент замолчать, посидеть буквально 10 секунд, и подождать, пока какой-то человек, сидящий рядом с тобой или сзади тебя, начнёт отвечать на тот же самый вопрос, потому что в аудитории у всех абсолютно одинаковые варианты, вы действительно можете подслушать, что говорит другой человек, попробовать услышать это дословно, прям вот каждую фразочку, или хотя бы приблизительно, и просто забрать у человека его ответ, если он вам нравится. Это действительно возможно, возможно это услышать, но я не стала тратить на это время, я формулировала всё самостоятельно, собственно. Там я допустила парочку косячков, но я могу сказать, что система оценивания экспертами в устной части по английскому максимально лояльная, вы имеете право в некоторых заданиях сделать вроде бы 3 или даже 4, ну, незначительные, прям не очень грубые ошибки, и после совершения этих ошибок вы не потеряете ни одного балла. Если делаете больше, то, естественно, баллы уже начнут снижать. У меня в итоге было 17 из 20, честно, не знаю, из-за чего я даже не вдавалась в эти подробности, мне было, в принципе, не особо интересно и не особо важно. Что касается ЕГЭ по английскому языку, на самом деле английский язык, отдельное изучение английского языка и подготовка к ЕГЭ по английскому, и сдача ЕГЭ по английскому, это очень-очень разные вещи, потому что очень много аспектов из живого языка практически не используются в ЕГЭ по английскому, и ЕГЭ по английскому это даже больше не язык, а просто понимание шаблонной банальной системы, как и, в принципе, во многих предметах, но лично, по моему мнению, в английском это проявляется особенно сильно. Если вы занимаетесь английским уже предварительно, до подготовки к ЕГЭ, как я, то это просто вот good, это очень классный плюс, который обязательно вам поможет. Очень круто обладать разными детальками языка, знать много грамматических правил, очень круто знать разные идиомы. Я, например, в устной части использовала идиомы is not my cup of tea, и это действительно очень сильно заценили, такие штуки можно использовать, это круто, это очень прикольно, это будет вам только на руку, поэтому если вы обладаете всякими такими английскими прикольчиками, то это good. Здесь самое важное, это учитывать грамматику, учитывать времена, потому что у вас будут отдельные на это задания, уметь образовывать абсолютно разные слова, абсолютно разные части речи, а других частей речи в английском языке. В общем, в принципе, все эти аспекты прописаны в кодификаторе, не мне вам об этом рассказывать. Единственное, что я советую, это не лениться и почаще практиковаться в чтении, и почаще практиковаться в аудировании, потому что я очень часто, когда решала какой-то тест в Яголэнде, в домашках, я могла пропускать ту часть, где нужно вставлять заголовки к кусочкам текста, где нужно слушать, где нужно тратить на это время. Мне прям вот очень длительный промежуток времени в процессе подготовки было лень это делать, я просто ненавидела этот тип заданий. Зато очень сильно любила писать эссе и письма, ну и поэтому я и получила за них максимальный балл. И очень сильно я не любила готовиться к кустной части. Этому тоже стоит уделять внимание, и желательно чуточку почаще, чем это делала я, потому что я иногда могла вообще забывать про этот тип подготовки, просто максимально его игнорировать, и уделять время просмотру вебинаров, своим любимым эссе, письму, и, в принципе, больше ничему. Ну, уже потом, естественно, за несколько месяцев подготовки последних до ЕГЭ, я начала уделять этому немножко больше внимания. В общем, весь процесс у меня прошел примерно как-то так. Если я не ошибаюсь, я постаралась ответить на все-все-все вопросы о том, как у меня прошли экзамены, на сколько баллов я сдала, как готовилась. Опять же, вот еще немножечко обобщу, что я смотрела вебинары в Еголэнде, решала домашки в Еголэнде, нарешивала также отдельно самостоятельно с друзьями периодически, и какой-то отдельный промежуток времени занималась с репетитором, как по английскому, так и по литературе. И это, в принципе, все. Касаемо подготовки, я помню, что у меня еще спрашивали, стоит ли готовиться самостоятельно, можно ли это сделать, и как вообще лучше поступить. На самом деле, я могу вам сказать, что самостоятельно можно сделать что угодно, и, в принципе, подготовиться к ЕГЭ тоже. Можно самостоятельно выучить английский, можно самостоятельно подготовиться к ЕГЭ. Естественно, это реально. Но в данном случае я не понимаю, зачем это делать, зачем вам тратить время на собственное изучение критериев, на то, чтобы самостоятельно по сотому кругу копаться, например, в литературных произведениях, в каких-то аспектах в английском языке. Если вы можете по очень выгодным предложениям записаться в ту же онлайн-школу или найти себе классного, хорошего репетитора, человека, который всю эту систему уже полностью знает наизусть, и просто вот так вот на блюдечке будет вам её преподносить. Это действительно очень удобно, и лучше не пожалеть эти деньги, поговорить с родителями на эту тему, если они предлагают вам самостоятельную подготовку, и всё-таки готовиться с наставником, который будет стоять за вашей спиной, будет по всем вопросам вас консультировать, на всё отвечать, обо всём рассказывать и во всём помогать. Это действительно очень-очень круто. Я очень-очень рада, что, естественно, я в какой-то момент не решилась готовиться к ЕГЭ самостоятельно, потому что лично я считаю, что это просто трата времени. И лучше то время, которое вы потратите на бесконечное изучение того, что вам по факту изучать не нужно, и то, что вам может преподнести педагог. Лучше потратить это время действительно на какие-то хобби, на отдых, на работу, на какие-то кайфовые моменты в вашей жизни, которые, на самом деле, очень не хочется пропускать, особенно в нашем таком, ещё более юном возрасте, когда наша яркая история только начинается. Вроде как теперь это были все вопросы. Если что-то для вас всё ещё осталось непонятным, если вы хотите что-то ещё со мной обсудить касаемо ЕГЭ, обязательно пишите в комментариях, я всё посмотрю, на всё отвечу, всё расскажу. Но вроде как всё основное я рассказала. Теперь я дам вам ещё один такой небольшой советик, скажу небольшое напутствие, и на этом мы, собственно, будем заканчивать. Главное, что я хочу вам сказать, эту фразу, наверное, вы слышите просто из-за всех щелей, из-за всех дыр, но я обязательно хочу об этом упомянуть. ЕГЭ — это всего лишь одно из жизненных испытаний. Ладно, шутка. ЕГЭ — это нифига не конец жизни, это не самое главное, что вы будете делать в своей жизни, это не самое сложное, через что вам предстоит пройти. На самом деле, если от всего абстрагироваться, если абстрагироваться от поступления, абстрагироваться от всего, то ЕГЭ — это просто листочки-бумажки, на которых напечатаны задания, которые вам просто нужно решить, точно так же, как вы делаете в течение определенного количества времени в школе и в процессе подготовки. Ничего абсолютно не меняется. Ваш успех на экзамене будет зависеть в первую очередь от того, как вы настроены на сдачу этого экзамена, насколько сильно вы переживаете, насколько сильно вы стрессуете, насколько качественно вы следите за своим здоровьем, как физическим, так и эмоциональным и ментальным. Я могу сказать, что мой процесс сдачи ЕГЭ и подготовки к ЕГЭ прошел вообще без каких-то выгораний, без вечных каких-то слез. Естественно, слезы и негативные эмоции у меня возникали, потому что периодически я просто уставала от всего. Из-за того, что у меня миксовалась подготовка к ЕГЭ, работа, разные другие сферы жизни, разные роды моей деятельности, и действительно моментами это было непросто. Но я научилась очень быстро работать со своим состоянием, очень быстро его переносить из минусов в состояние плюса, и действительно кайфовала от этой жизни, несмотря ни на что. И то, как вы сами себя настроите на процесс подготовки и сдачи ЕГЭ, будет решающим аспектом, собственно, вашей подготовки и сдачи ЕГЭ. Если вы настроены таким образом, что всё очень плохо, это очень страшно, вы вообще ничего, кроме ЕГЭ, видеть не будете, как её вообще сдать, как поступить, как поступить на бюджет, как поступить хотя бы на платку, что вообще с этим делать, и будете жить в вечной гонке, в вечной панике, то навряд ли вы сможете, опять же, получить какой-то хороший результат. Я готовилась в максимальном спокойствии, я никогда не перегружала себя, и, в принципе, получила очень-очень неплохие результаты, я ими довольна. Я изначально рассчитывала на то, что я буду поступать в вышку на платной основе, потому что, в принципе, на бюджет пройти очень-очень сложно, и я предпочитала выбрать такой вариант жизни. В последний год, зная, что я переезжаю в Москву, я просто уделяла гораздо больше времени работе, времени на то, чтобы сделать деньги, чтобы я смогла самостоятельно себя обеспечивать, чтобы я смогла оплачивать себе квартиру, оплачивать себе всё, что мне нужно, оплачивать себе в целом комфортную жизнь в Москве, решить вопрос с учёбой и так далее, тому подобное. Я не хотела тратить время на получение красного аттестата и на всю вот эту вот штуку, хотя в образовании я была очень сильно заинтересована. Просто я изначально выбрала для себя такой путь. Не слушайте всех тех людей, которые говорят, что ЕГЭ это очень-очень страшно, что это очень-очень сложно. Я не могу сказать, что это просто. Это действительно достаточно большой объём информации. Но стоит учитывать тот факт, что ЕГЭ это ещё и рулетка. Надеяться на это, конечно же, не стоит. Это не значит, что не нужно готовиться. Это не значит, что не нужно абсолютно ничего смотреть. Если вам, конечно, на ЕГЭ пофигу, вы вообще в принципе не планируете никуда поступать, и вы его сдаёте просто по приколу, то в принципе можно попробовать подушать маткой и забить, и всё у вас обязательно будет хорошо. Процесс сдачи вообще не страшный, сопровождающий во всех практически школах, во всех аудиториях, по крайней мере у меня, у всех моих ребят были максимально адекватными и понимающими. Никаких каких-то супер страшных ситуаций ни у кого не происходило, всё было максимально адекватно и максимально просто. Ничего страшного в этом процессе нет. И в процессе подготовки в принципе тоже. Важно грамотно распределить своё время, важно следить за своим состоянием, важно помнить о том, что ЕГЭ это не единственное, что есть в вашей жизни, что ЕГЭ когда-нибудь закончится, жизнь будет продолжаться, и если вы всё то, то, что вы любите оставить где-то в прошлом из-за ЕГЭ, тоже будет, конечно, очень-очень не очень. Поэтому главное, что я хочу сказать, пожалуйста, берегите себя, берегите своё здоровье, не забывайте о том, что кроме ЕГЭ есть куча всего, что жизнь на этом в любом случае не заканчивается, всегда ЕГЭ можно пересдать, всегда можно перепоступить, и всегда можно поменять свою жизнь, просто полностью перевернуть её на 180 градусов, изменить просто к чертям собачьим абсолютно-абсолютно всё. У меня всё получилось, всё именно так, как я планировала. Конечно же, не без трудностей, не без определённых препятствий, но я максимально счастлива, что всё так, как есть. Я не расстраиваюсь из-за того, что где-то я не добрала какие-то баллы, потому что, господи, это всего лишь баллы. Для поступления мне всего хватило, я очень зря переживала, что что-то там в итоге пойдёт не так. Всё хорошо, я буду учиться, я уже официальная студентка НИУ в ШЭ, факультета медиакоммуникаций, буду учиться в одном из лучших вузов, в который я действительно показать, что у каждого из вас всё это обязательно получится. Главное, берегите себя. В общем говоря, короче, миф о том, что ЕГЭ это очень-очень страшно, мной развеян полностью. На данном этапе это всё, если у вас остались какие-то вопросы, я буду очень рада на них ответить либо в комментариях, либо вы можете написать мне в телеграм-канал под каким-нибудь постом, я, возможно, оставлю ещё одно потом окошечко для вопросов, либо можете мне написать в директ в Инстаграме. Ссылочки ещё раз на все мои социальные сети, я прикреплю в описании к этому видео. Буду рада видеть всех новеньких, всех тех, с кем мы не знакомы, чтобы видеться, соответственно, чаще. Спасибо вам большое за просмотр, успехов всем ребятам, которые сейчас начинают готовиться к ЕГЭ. Я прошла через это, я с вами, я знаю, что это не так страшно, как кажется, и знаю, что у вас обязательно всё получится. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok